Ну и напоследок вот такие кадры появились под заголовком «Встреча Соболева с фанатами творчества». Оригинальный ролик уже удален, но в сети ничего не пропадает бесследно. Итак, на видео нападение предположительно четверых на одного. Этот самый один, вероятно, и есть Николай Соболев. YouTube-блогер, у которого больше 4 миллионов подписчиков. Хулиганы обращаются со звездой весьма жестко. Видно, конечно, плохо, но зато хорошо слышно. Правда, все, что говорят за кадром, не для эфира. Если перевести на русский литературный, получится что-то вроде «договорился хайпажор» и «вялое сопротивление блогера с едва различимым». Все, ребята, хватит. Ближе к вечеру Соболев заявил подписчикам, нападение действительно было. Сам он в больнице с отрясением мозга, но чувствует себя стабильно. Более подробных комментариев или хотя бы предположений, кто стоит за извиением, нет. Обещает пояснить позже. Ну а пока Николай Соколов проверил версии, кому понадобилось устраивать темную звездею тьубы. Николай, приветствую. В полиции-то есть заявление? И у полиции заявление, и думаю, что появится в ближайшее время оно и по результатам проверки. Обязательно последим. В какую все-таки клинику он попал? Была ли субмедэкспертиза? Ведь для привлечения виновных к ответственности нужны доказательства. В этом случае только странное видео. Сам Соболев не сражается с нападавшими, а просто, как видно, становится пострадавшим. Много вопросов не только у блогеров, но и, как мы сказали, у полиции. Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту опубликования в сети интернет данной информации. Заявлений, сообщений или обращений по данному факту не поступало. Обращения в полицию не было, хотя сразу после подобных преступлений обычно возможно преступников поймать значительно проще. По горячим следам. Да и камеры видеонаблюдения в северной столице, как известно, не редкость. Восчитывается время нападения, примерный район отхода преступников и даже возможный адрес проживания. Нашлись славные парни, которые, наконец-то, за эти ужасные пиджаки поставили Колю на место. И я думаю, что это должно быть поучительной историей для всех видеоблогеров, которые позволяют себе вести себя так же, как Колька, одеваться так колхозно, при том, что зарабатывают миллионы и могли бы, в принципе, одеться как-то более нормально. Звезда российского интернета, постоянный герой шоу-программы, один из самых дорогих персонажей в нашем интернете, мастер поддержания постоянного интереса к себе. Поклонники и противники, фолловеры и хейтеры, усопливая их, как известно, миллионы. Его и любят, и ненавидят, например, рэперы. Выпускник питерского политеха, факультет экономики и менеджмента. Он точно знает не только основы зарабатывания денег и продвижения товара, потому если кто-то ругает, то почему бы не использовать это для еще большего пиара, поддерживая свою популярность. Историю с этой дракой многие считают очередной попыткой пиара. Проверить, что правда, а что интернет-хайп крайне сложно. А главный герой комментариев не дает. Но мы убедились, что в веке 21-м с помощью хорошего макияжа и профессионального гримера всего за 10 минут можно сделать такую фотографию или видео, которое соберет, конечно, не только много лайков, но и просмотров. Это его работа, это его профессия. Во-первых, у него очень много завистников, которые популярности завидуют. Но, наверное, самая основная причина – это то, что он затрагивает разные темы. Некоторые, правда, сначала были уверены, что история была по-настоящему врагов у Соболева очень много. Его обвиняли в хайпе на трагедиях. Причастным к падению могут оказаться, мягко говоря, не только сторонники. Николаю Соболеву дали мои друзья по моей личной просьбе, потому что базарит много лишнего. Пусть скажет спасибо, что жив-здоров. В виртуальном мире сложно понять, где реальность, а где погоня за лайками, просмотрами и монетизацией. Новости о нападении обсуждают не только блогеры-миллионники, но, как мы узнали, даже тысячники. Для них Соболев всегда остается примером. Но и ему они дают несколько советов. Я тоже блогер. У меня 46 тысяч всего подписчиков. Но за каждое слово я несу большую ответственность. И нам, блогерам, надо обязательно об этом помнить. Ну и пока материал готовился к эфиру, наши доводы оказались все-таки правдой. Все это очередная проверка своих подписчиков. Сам Николай анонсирует свое новое шоу. А наша интуиция не подвела. Проверено на себе. Фотография с подобным, даже нарисованным ЧП под глазом, собирает обычно больше лайков и комментариев, чем, например, фотография из эпицентра настоящего события. Николай Соколов о хайпожорстве.